Что такое влюбленность? Это когда ничего делать не надо. Бац, ты в кого-то влюбился и всю жизнь счастлився. Делать вообще ничего не надо. Все классно. И все, и классно постоянно. Он верит, и ищет такого человека, ищет. Всех отшивает, Бог ему посылает одного, другого человека. Ну, он всех отшивает. Ему нужно абсолютно гармоничный человек. Две половинки. Первая и вторая. Чтобы все классно было вообще. Две половинки срослись. Фиг вам, китайская изба. Индийская. Индийская? Хорошо, я буду знать, а то я давно уже лекции читаю. Я говорю, китайская, Гац, индийская. Индийская. Индейская? Еще лучше. Ладно, индейская изба, фиг вам. Вот. Ну, как бы, что получается-то, когда человек верит в влюбленность, да? Ну, и Бог ему дает, что? Вот такую влюбленность, такую вау, 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 влюбленность. Он влюбляется прям по уши. Ну, означает, а? Любленность не любовь. Любленность не любовь. И Бог именно дает, почему? Это называется любовь-вера, влюбленность. То есть, человек начинает верить в человека, что человек, кому принесет все виды благ, он будет счастлив, и так хорошо жить, и вообще не тужить. Все классно. Это вера в удачу такая. Вид такой, суеты. Ну, как бы. Чувство собственного достоинства уходит вперед, в мечте живет. То есть, вера в удачу означает любить мечту, то есть, жить в мечте, да? Человек живет в мечте, если он живет в мечте, дальше что получится с ним? Все будет разрушено, потому что любовь-вера всегда означает, ты тело человека теряешь, потому что ты перетягиваешь одеяло на себя. Ты начинаешь наслаждаться так сильно человеком, что ему рядом с тобой вообще невыносимо. Любовь надо, любви надо служить. Не то, что она внутри нас. Это тоже интересная философия, типа, я любовь, это я любовь. Внутри меня любовь, значит, я любовь. А ну, скорее любите нас. Не внутри меня любовь, а я служу. Я служу любви, служу любви. Моя хорошая, не обижайтесь на меня. Вот. Да, я тоже свои мысли, все нормально. Моя хорошая, все нормально. Смотрите, любовь, конечно же, внутри нас живет, однозначно, но мы ей служим. Мы не обладатели любви. Мы, если только я решил, что я обладатель, она от меня убегает, потому что она супруга Господа. Она не любит, когда кто-то считает, что, типа, он тут главный любимчик и главный обладатель любви. Она убегает, это удача или счастье, ощущение счастья. Счастье всегда с тем живет, кто может первым посмеяться над собой, кто, ну, не выпендривается. Вот. Это очень важно знать. Ну, то есть, это все означает вера в Бога. Ну, я не главный, Бог главный, ну, я могу ошибаться, все нормально. Очень важно знать. И любовь и вера означает, что ты веришь, что тебе не надо ничего делать, не надо унижать, ну, то есть, не надо, как бы, сражаться, свою любовь, служить ей. А просто вот встретил кого-то, как в лотерею победил, и все, на всю жизнь теперь счастлив. Это безумие, человеческое безумие. Люди ради этого живут. Они, когда влюбляются сильно, они думают, что они это нашли. Это является началом их конца. Ну, то есть, когда человек влюбляется, он начинает очень эгоистично относиться к человеку, заставляет его наслаждать себя. Ну, то есть, перетягивает одеяло на себя, в результате до свидания. Ну, он-то считает любовь, потому что он наслаждается, человек ему хорошо, как бы. Мне хорошо с тобой, и в снегопад, и в дождик проливной. Понимаете, ему хорошо, этому человеку, и он наслаждается. Но при этом он перетягивает любовь на себя, человеку не очень хорошо рядом с таким человеком. И приходит время, и человек уходит, он не выдерживает, даже если хороший человек рядом с хорошим человеком, он все равно не выдерживает, уходит потом. И тот, который верил в человека, а он верил в удачу, означает верил в человека, он не знает, как ему дальше жить. Потому что он верил же в человека, вот она удача пришла, а теперь ушла, и он не может переключиться. Ему кажется, что он не может переключиться. То есть он как бы верил в то, что вот все, вот она удача моя, вот я теперь буду, заживу с этим человеком, счастлив. Человек не в детстве уходит, и человек уже не может жить нормально. Он не верил ни в Бога, он опирался не на Бога, он опирался на человека. Поэтому, когда человек живет в мечте, он потом куда уходит? Назад в депрессию. Ну то есть сначала в мечте, а потом в депрессию. Но прежде чем уйти в депрессию, он начинает требовать мечту свою, судьбы. Вот судьба забрала мечту, и он начинает требовать, он говорит, давай мне назад мою мечту. Когда судьба не дает мечту назад, тогда человек уходит назад в депрессию. Он уже не видит, зачем ему жить. Ну то есть ему надо поменять цель жизни, понимаете? Это не касается только женщин. Допустим, человек жил ради успеха на работе, допустим. Его цель жизни успех на работе. Он верил в этот успех, что у него все получится, повезет. Потом бац, у него все пошел, успех, успех. Потом бац, облом. И он такой, оооо. И он депрессняк вошел, не знает, как ему жить. Не понимает, что человек не должен верить ни в успех, ни в поражение. Он должен только на Бога опираться. Потому что в жизни они волны всегда идут. То успех, то поражение. Не надо в это верить. Надо опираться только на Бога. Когда человек на Бога опирается, он становится богатым. Когда человек уходит вниз волны, он богат своими последователями. То есть он вкладывает в них силы, и они верными становятся. Но в беде остаются только верные люди. А когда у него идет волна вверх, то он богат успехом, деньгами. Ну то есть он всегда богат, ты так, ты так. Или у него как бы молоко кипятится, сгущенка остается одна. Или пошло как бы доится молоко. Потом кипятится, потом доится. Ну всегда классно, всегда молоко. Но если ты веришь в успех, и он ушел, то ты повержен судьбой. Если у тебя успех пошел, удача пошла, и ты чувство собственно достоинства не удержал в центре, ты как бы поддался на эту провокацию, то ты улетишь назад потом. И прежде чем улетать назад, ты будешь требовать себе удачу. Будешь требовать от судьбы. И этот состояние называется стресс. Шоковое такое состояние. Требование. Я хочу, хочу того, что у меня было. Я так хочу быть с тобою. Я хочу быть с тобою. И я буду с тобою. Не факт.